Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 17 ноября. Житие преподобного отца нашего Никона, игумена Радонежского. Преподобный Никон родился в городе Юрии в Польском, недалеко от обители преподобного Сергия. Он происходил от благочестивых родителей и с юного возраста был воспитан в Богопочтение. Еще в ранней молодости он слышал об ангельской жизни преподобного Сергия, подвязавшегося с братьями в свои обители близ города Радонежа. Подвиги преподобного Сергия, слава которых далеко распространялась, приводили в умиление душу Никона. И сердце его горело желанием видеть этого святого мужа и подражать ему в жизни. С сокрушением сердечным и проливая обильные слезы, Никон горячо молил Господа Бога. Божий Господи, царю вечные благосерды, сподоби меня видеть этого святого мужа и последовать ему во всей моей жизни. Да спасусь и я его ради и достоин буду вечных твоих благ, которые ты обещал любящим тебя. И вот вскоре он оставляет дом своих родителей и стремится в обитель преподобного Сергия. Достигнув обители, Никон поспешил увидеть самого великого подвижника Сергия. И прибав к его стопам, стал усердно молить, чтобы его постриг он выноческий чин. В своей святой обители. Преподобный Сергий видел благоразумие и душевную чистоту отрока и тотчас всем сердцем возлюбил его. Однако, провидя в нем духовными очами будущий светильник божественного света, он не оставил Никона без испытания, но поступил с ним так же, как некогда поступил Ефимий Великий, с Савой освященным. Преподобный Ефимий Великий, один из знаменитых палестинских подвижников. Когда тот, еще в юношеском возрасте, пришел к нему, он не принял Саву в свою обитель и отослал его в далекий монастырь к постнику своему преподобному феоктисту. Так и преподобный Сергий отослал юного отрока в научение к ученику своему Афанасию Высоцкому, основателю Серпуховского монастыря, мужу, славившемуся добродетельной жизнью и искусившемуся в иноческих подвигах. Иди без всякого размышления, сказал он отрока, если Богу угодно, ты примешь там на себя иноческий образ. Со смирением принял Никон такое повеление от преподобного. Горя любовью к Богу и стремясь соделаться иноком, он с поспешностью отправился к блаженному Афанасию. Когда он достиг обители его, то смиренно подойдя к келье Афанасия, тихо постучал в дверь. Афанасия, претворив немного оконца, спросил его, чего ты хочешь и кого ищешь. Старец любил безмолвие и нечасто выходил из своей кельи. Отрок, поклонившись ему до земли, отвечал, Великий Ауа, блаженный Сергий прислал меня к тебе, дабы ты облег меня в иноческий чин. На это старец, не глядя на него со строгостью, сказал, Ты не можешь быть иноком, иночество дело великое, ты молод, а правило старцев сурово. Отрок ответил, Отче, не все люди одинаковы, ты только прими меня, а время покажет, Могу ли я переносить трудности иноческого жития. Но старец продолжал, Многие приходили сюда, но обленивались, И не выдержав трудности, постичи свои воздержания, отбегали. И тебе я говорю, что не сможешь пребывать здесь, Иди в другое место и предайся посту. Слыша эти слова, Отрок, горя в душе божественным огнем, Со слезами обещал старцу терпеливо переносить всякую скорбь. Старец, видя обильные слезы отрока, его горячее стремление к иночеству, Дел его в свою келью и обратился к нему с наставлением, Не оскорбляйся, чадо, тем, что я тебе сказал, подвиг иноческий дело великое. Иноки называются добровольными мучениками, и мучение их сугубое. Многие мученики, кратковременно пострадав, приняли кончину. Иноки же в течение всей своей жизни претерпевают страдания, И хотя не принимают ран от мучителей, Однако обуреваемые плотью и воюя с врагами мысленными, Сражда до последнего издыхания. Поэтому, сын мой, если ты хочешь работать, Господу, То приуготовь свою душу, Дабы ты мог с терпением переносить все искушения и страдания, Причиняемые врагами. Отража припав к ногам старца, едва мог поговорить, Смилуйся надо мной. Тогда старец поднял его и сказал, Стань, чадо, Господь наставит тебя на путь заповедей своих. Все это изрек я тебе потому, что сам я человек грешный, Хотя и взял на себя устроение дело Божие. Ныне желание твое исполнится. Сказав это, старец сотворил молитву и облег Никона выноческий образ. Афанасий наставлял юного инока добродетелем И получал его переносить все страдания и ведущие к Богу, Стараясь исполнить душу его мужеством и крепостью, И являясь ему во всем примером. Никон же, упражняясь под руководством его в молитвах, Преуспевал в добродетелях, в подвигах, в постах, В неусыпанном бдении над собою. Он хранил чистоту, смирение, кротость И получался усердно в божественном писании. Видя такое прилежание отрока, Афанасий возымел о нем Отечественное попечение. И побуждая его к дальнейшим подвигам, Содействовал его постепенному иноческому совершенствованию. Когда Никон достиг совершенного возраста, То пожелание Афанасия и всей братьи Почтен бы санам священцу. Как достойный быть предстоятелем перед Богом, Доблестный же Никон по принятию священцу, Сподобивший сугубой благодати, Стал проявлять еще больше усердия к подвигам благочестия. Пробыл несколько времени в обители Никона, Снова возгорелся неудержимым желанием Видеть великого старца и подвижника преподобного Сергия, Дабы получить от него благословение И получить от него богомудрое наставление. С горячей мольбой обратился Никон к Афанасию, Дабы он, помолившись о нем, Отпустил его с миром из обители. Афанасий не удерживал Никона И молитвенно напутствовал его, Отпустил от себя. Придя в лавру преподобного Сергия И увидев богоносного отца, Никон с горячими слезами Припал к стопам его И просил у него благословения. Преподобный не только с радостью Принял его как посетителя, Но и оставил в своей обители. После этого преподобный Сергий Повелел Никону со всяким прилежанием Служить братьям в обители. И Никон со всем усердним Выполнял возложенное на него послушание, Неотступно упражняясь в молитве и бдении. За такие подвиги и благочестивое житие Преподобный Сергий оказал Никону особенную любовь и доверие. И повелел ему пребывать В одной келье с собой. Здесь в беседе с богомудрым наставником Преподобный Никон нашел для себя Высшее училище духовного любомудрия. И в близком примере святого Новое поощрение к подвигам добродетеля. В его же прозорливом руководстве И сильной молитве Никон обретал силу К ограждению от искушений И укрепления против немощи И райское утешение В общении этой молитвы. Любвеобильное сердце Сергия Было для Никона отверстие дверью, Откуда исходил на него Благодатный свет и мир. И верное сердце Никона Сергию было также отверстие дверью Для открытия своему отцу Всех помыслов и намерений, Дабы никакая мгла сомнения Или смущения Не омрачала чистоты его совести. И вот, подобно дереву, Насажденному при источнике водном, Никон с верою, воспринимая Все наставления по учению учителя, В делах своих показал Обильные плоды добродетелей. Мудрый наставник Преподобный Сергий, И внутренними очами прозревая Имеющего сиять в Никоне Пресветлую благодать, Пожелал поставить его Настоятелем обители вместо себя. Первоначально Сергий Разложил на Никона Часть своих попечений о братья И поставив его как бы вторым После настоятеля. Это новое служение Никон проходил со всем Вниманием и бдительностью, Постоянно храня Неусыпное попечение Оверенные ему братья, Относясь к каждому с любовью И отеческой заботливостью. Найдя в Никоне Столь искусного руководителя, Братья, Сергий радовался духом И, наконец, за шесть месяцев До своего представления Призвал Никона И перед всеми вручил ему Как искусному вождю Попечение о монастыре и о братьи. Никон, хотя и не желал Принимать на себя Трудных обязанностей Руководительства Но не осмелился Ослушаться своего наставника И со смирением, Как послушный сын Повиновался по велению его. В скором времени Преподобный Сергий Отошел ко Господу 25 сентября 1392 года. Великой скорби Болело сердце Верного ученика его. Сокрушаясь и проливая Обильные слезы, Он обращался к святому Как бы к живому, говоря Отошел ты, преподобный отче, Вся моя надежда. В ком найду я После Бога прибежище И где найду утешение? И припав к кадру святого И обнимая его честные мощи, Он желал лучше быть погребенным Вместе с учителем своим, Чем разлучиться с ним. С великим плачем и рыданием, Придав святое тело Своего учителя погребение, Никон принял после него Начальство над Лаврою. Он положил с точностью Выполнять все, Что учредил и заповедовал Великий основатель обители Сергий И, разделяя трудоизбратья, Как настоятель обители, Имел попечение и заботливости О каждом. Преуспевающих в служении Господу, Он побуждал не ослаблять Своих подвигов. Нерадивы же и ленивых Со скорбию получал Не забывать, Что они отверглись мира, И заботясь о спасении своем, Не должны предаваться Мирским заботам, Дабы не утратить Вечные награды. Он имел обыкновение Обходить все места обители, Где трудились иноки, Поощряя и увещеваясь С терпением переносить труд. Причем сам являлся Образцом для братьев, Принимая участие В общих трудах. Своей кротостью, Своей отеческой заботливостью О братьеве, Мудростью в управлении И советах, Никон не только Приобрел уважение И любовь в братьеве, Но слава о нем Распространилась далеко За стены Сергиевой обители. И имя Никона, Как освящение некое, Прославлялось повсюду, По городам и весям. К нему шли Многие благоговейные И именитые люди За наставлениями Ради душевной пользы. И всех он принимал С отеческим благорасположением, Являясь великим Врачом духовным. Но Никон, Любивший больше всего Безмолвие и молитву В уединении, Не прельщался Этой славой человеческой И сильно тяготился ею. И вот с мыслью, Что желающему Творить волю Божию Прежде всего нужно Презирать и ненавидеть Все соблазны мира, Никон стал уклоняться От начальствования Над своей пастой. И наконец заключился В уединенную келью. Братья сильно скорбели Об этом, И не желая, Чтобы он покинул И оставил их Без своего руководства, Со слезами просили Его не оставлять их Как овец без пастыря. Но он оставался Непреклонным В своем решении, Прося братью Не сокрушать его сердце Своими мольбами. Видя столь непреклонные Желания Никона, Братья не стали Удерживать его, Зная, Что он уклоняется От бремени начальствования Не ради телесного покоя, Но стремясь К высшим подвигам И богомышленному безмолвию. Не имея возможности Оставаться безначально, И ко братья избрали Одного из учеников Никона По имени Саву, Мужа, Сиявшего добродетельной жизнью. И с благословения Никона Поставили его Игуменом над собою. Шесть лет пребывал В безмолвии Никон, Пока пастой Управлял Саву, Пося ее с усердием И с помоществуемой Молитвой Блаженного Сергия. Но по истечении шести лет И Саву оставил Начальствование. Тогда братья, Как бы дав преподобному Никону Отдохнуть Отдел управления И насладиться Вожделенным ему Безмолвием, Опять пришли к нему И со слезами Умоляли И убеждали И снова принять Ее Под свое руководство. Видя, что Никон И теперь намеренно Уклониться От начальствования И власти, Говорили ему Не подобает тебе Отче искать Пользу себе Одному Попекись о спасении Ближних. Это неотступная Просьба иноков И любовь их Заставили Никона Расстаться с Любимым уединением И он уступил Желаниям братья Но с тем условием Чтобы они уступили ему И с каждого дня Некоторую часть Для уединенных Подвигов И молитвы. Ихо И богоугодно Текла жизнь Святой обители. Никон Никон Неустанно Пребывал В молитвенном Бдении Поучаясь Слове Божьем И отечественских Творениях. Но вот Распространился Слух о нашествии На землю русскую Диких Полщищ Свирепого Эдыгея Он был В конце 1408 года. Приближение Татарских Хорд Приводило в ужас И трепет Всю землю русскую. Преподобный Никон Горячо Молясь Об избавлении От злого Врага. Призывал В молитвах Великого Основателя Этой Обители Преподобного Сергия, Чтобы он Простер Свою молитву Перед Престолом Владыки Всех Христа, Да не Придаст Он Запустение Святой Обители От руки Нечестивых Огорян И Да не Поколеблет Веру Немощных Торжество Неверных. И вот Однажды Ночью Никон Сел, Чтобы отдохнуть После молитвенных Трудов И был В полудремоте Или Тонком Сне. Вдруг Видит Он Вошедших К нему В келью Святители Петра И Алексия В сопровождении Преподобного Сергия, Который Обратившись К нему Сказал Так Угодно Господу Чтобы Случилось Это Нашествие Иноплеменников И коснулось Всего Места Но Ты Чадо Не Скорби Мужайся И Докрепится Сердце Твое Искушение Будет Непродложительное И обитель Не запустеет А распространится Еще Более Затем Преподав Никону Мир И благословение Святые Стали Невидимы Никон Пришед В себя Быстро Встал И подошел Святых Удалявшихся От его Келии К церкви Тогда Понял он Что Сие Было Не сон А истинное Видение С покорностью Воли Божией Никон Ожидал Исполнения Предсказания Вскоре Варвары Наводнившие Своими Полчищами Землю Русскую Достигли И обители Преподобного Сергия И предали Все в ней Разорению И огню Преподобный Никон И братья Предваренные Небесным Извещением Заблаговременно Удалились Из обители И захватили С собой Некоторые Святыни И келейные Вещи Так Спасены Были Некоторые Книги И утварь Преподобного Сергия Досели Уцелевшие По Миновании Опасности Никон И братья Возвратились На попелище Святой Обители Монастырь Был Сожжен Дотла И Святое Место Сквернено Неверными Но Никон Не предался Печали И уныния И не ослабел От подвига Подобно Тому Как доблестный Воин При первом Поражении От врага Не бежит Но Мужественно Собирает силы И одерживает Победу Так И он Начал Спокойной Твердостью Трудиться Над устроением Обители Как добрый Пастырь Он собрал Сперва Рассеявшуюся Братью И трудился С ней Над монастырскими Постройками Менее Чем Три года Построены Были Здания Необходимые Для иноческого Чапезную Храмину В то же время Никон Поспешает Постройку Деревянного Храма Во имя Живночальной Троицы Который И был Освещен В 1411 Году 25 сентября В день Представления Преподобного Сергия Когда слух О возвращении Преподобного Никона И о восстановлении Обители Распространился По окрестным Местам К нему Отовсюду Стали собираться Во множестве Иноки И миряне Никон Всех Принимал С отеческим С своего попечения Наставляя Каждого В полезных Учениях Просвещая Их душу И предлагая Им правила Для устроения Своего Жития Монастырь Возрождался На своем Пепелище И распространялся Более И более При Никоне Сергия Обитель Приобрела Несколько Земель То вкладами То покупкой С заботливостью Никона Обитель Богатела И духовным Богатством При нем И по его указаниям Сергия Обитель И кроме Несколько Богослужебных Книг Списаны Были Два Списка Лествицы С главами Григория Синаита По учению Авы Дорофея Геоптера Филиппа Пустынника С ответами Авы Варсонофия И с наставлениями Исифия Как попечительный Начальник Преподобный Никон Не оставлял Своих Завод И о благо Украшения Обители Заключительным Подвигом Его в этом Отношении Было Построение Каменного Храма Над гробом Своего Учителя Сергия Во имя Живоначальной Троицы При самом Начале Работ Прикопания Рвов Для Каменного Храма Совершилось Обретение Прославления Нетленных Мощей Преподобного Сергия Это Открытие Мощей Великого Учителя Никон Принял Как радостный Единец И сладостную Награду За свои Труды И терпения При Общем Ликовании Спятые Мощи Преподобного Были Положены В Новую Раку И на время Были Поставлены Деревянном Храме Пока Не Было Приготовлено Им Место В Каменном Храме Как Место Покоя Для Мощей Великого Сергия Новый Храм Устроялся И украшался С благоговейной Любовью И с усердными Молитвами Для Созидания Этого Храма Никон Собрал Мудрых Зодчих И Искутных Искусных Камнетесов Которые С Божьей Как Дело Святых И Покоящая Сергия Неразрушаемый Веками Этот Прекрасный Храм Оспещает И ныне Молящихся В нем И руки Нечестивых Врагов Не Прикасались К нему Никон Заботился О внутреннем Украшении Храма И расписании Стен Его Живописью Для Этого Труда Им Были Приглашены Два Инок Постника Славившиеся Добродетельной Жизнью Даниил И Андрей Сковского Андроников Монастыря Были Знаменитые Иконописами Того Времени Иконы Написанные Ими Пользуются Большой Извездностью До Нашего Времени Их Чанем И под Их Руководством Храм Был Благолепно Украшен Иконописью Когда Никон Увидел Что Украшение Храма Расписанием Окончено То С великой Радостью Возблагодарил Бога Благодарю Тебя Господи Говорил Он И Славлю Пресвятое Имя Твое За то Что Не Презрел Мое Прошение Но Даровал Мне Недостоин Увидеть Все Сие Моими Очами В Это Время Никон Уже Достиг Глубокой Старости Но Ревность И Бодрость Духа Не Оставляли Его И Немощ Телесная Не Ослабляла Строгости Его Подвигов Достигнул Совершенства В Подвигах Пищей Для него Было Воздержание Богатством Нестежательность Его Старческое Тело Было Прикрыто Одним Только Влосяным Рубищем Наконец Преподобный Никон Уже Приблизился И к Своей Кончине А части Старость А также Великой Постнические Подвиги И продолжительные Многие Болезни Изнурили Его тело И он Изнемог В своих Силах Предузнав Близость Своего Отшествия К Господу Никон В то время Как они Окружали Его Одр Стоя Со слезами Преподобный Приподнявшись Немного Обратился К ним С последним Словом Назидания Он Завещал Соблюдать Установленный В обители Чин Молитвы Дневной И ночной Не часто Выходить Из обители Хранить Терпение В искушениях Соблюдать Повиновение Начальствующим В обители Ненавидеть Праздности Гнездо Пороков Любить Трудолюбие Соединяя Его С пением Священных Псалмов С радостью Хранить Безмолвие Как Матерь Добродетели Ведущую К совершенству Присоединив К этому Наставление Человеколюбие Он Завещал Братья Если Если Возможно Не Отпускайте Никого От Себя С пустыми Руками Дабы Незаметно Не Оказать Презрение Самому Христу Лишь Явившемуся Вам Под Образом Простящего Бодрствуйте И Непрестанно Молитесь Дабы Господь И Вас Сохранил Невредимыми От Врага И Вы Соблюли Бо Обедского Мудрее Послушание Согласно С Моими Увещаниями Окончив Свои Наставления К Братья Хранить Все Завещанные Им Правила Никон Умолк И Вот Введение Еще До Разлучения Души С телом Ему Было Показано Место Будущего Упокоения Вместе С Преподобным С С Ясно Не Открывая О том Братья По С 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 Голи Здесь Оставаться Сказав Это Никон Приобщился При чистых Таин Тела И Крови Христовых После Этого Предупреждая Братья О приближении Кончины Своей Он Произнес Вот Я Братья Разрешаюсь От Союза Телесного И Отхожу К Христу Преподав Им Последнее Благословение Со Словами Обращенными К Самому Себе Из И Душе Моя Туда Где Тебе Уготовано Пребывать Гряди С Радостью Христос Призывает Тебя Никон Осинив Себя Напоследок Крестным Знаменем Молитву И Придал Свою Честную И Трудолюбивую Душу Господу Это Было 17 Ноября 1428 Года Никон Пробыл На стоятельстве 36 лет Не нарушая Ни в чем Подвига Иноческого Богоугодно Пася Врученную Ему Христом Паству И Научил Ее Высшим Подвигам Добродетели Братья Много Сетовали Проливая Слезы О разлучении Со своим Отцом И Учителем Проводили Его С пением Псалмов И Надгробными Песнопениями Братья С почестами Как Подобая Чтимому Отцу Придали Его Честное Тело Земле Положив Его Близраки Преподобного Сергия Где И До Ныне Совершается Память За свои Великие Подвиги Святую Жизнь Преподобный Никон Был удостоен От Господа Еще при жизни Дара Прозрения А после Кончины Дара Чудотворений Из многих Чудес Преподобного Упомянем Здесь о некоторых Однажды Никон Намерен был Послать Некого Из своих Иноков По имени Акакия В одной Из сел Принадлежавших Обители Святого Сергия Не желая Этому Повиноваться Акакий Сказал Я не для того Отрекся От мира Чтобы обходить Города И села Преподобный Долго Умолял Акакия Но Ни за что Не хотел Исполнить Приказания Своего Игумена Тогда Преподобный Предрек Смотри Акакий Как бы тебе По своей воле Не пришлось Быть там И тогда Получишь Воздаяние За свое Непослушание Вскоре После того Преподобный Никон Приставился К Господу Акакий Предал забвению Все что было Предсказано Ему святым Отцом И отправился В то самое Селение Куда посылал Его преподобный Никон И вот Его внезапно Постиг Там суд Божий Предсказанный Святым Он впал В иступление Ума Так что Братья Привели Его обратно В монастырь Здесь Сидился Ему Святой Никон И держа В руках Жезл Сукаризный Сказал Ему Акакий Разве Ты Для того Отрекся От мира Чтобы Обходить Города И села Тогда Истово Кричать В таком Тяжелом Состоянии Он находился Несколько дней Прибывая У раки Преподобный Сергий Никона И сплачив Молясь Об отпущении Своего Согрешения Братья Точно так же Усердно Молились За него И тогда По благодати Христовой По молитвам Святых Акакий Получил Отпущение Своем Согрешении И исцелился Обо всем Этому Он сам Со слезами Рассказывал Многим Вопрошавшим Его В своей Земной Жизни Преподобный Сергий И Никон Особенно Близки Были Друг К другу Эта Взаимная Близость Не оставляет Их В жизни Вечной Ибо Любовь Святых Как Любовь Божественная Не подлежит Закону Времени Оба Вместе Они Неоднократно Являлись И совокупно Чудодействовали Один Из жителей Москвы По имени Симеон Родившийся По предсказанию Святого Заболел Столь Сильно Что Не мог Не двинуться Не уснуть Не принять Пищи Но Лежал Как Мертвый На своем Одре Страдая Таким Образом Он Однажды Ночью Стал Призывать К себе На помощь Святого Сергия Помоги Мне Преподобный Сергий Избавь Меня От этой Болезни Еще При жизни Твоей Ты был Так Милостив К моим Родителям И Предрек Им Мое Рождение Не Забудь Меня Страждущего Столь Тяжкой Болезни Вдруг Перед Ним Предстали Два Старца Один Из Них Был Никон Болящий Тотчас Узнал Его Потому Что Лично Знал Этого Святого Еще Во Время Его Жизни Тогда Он Понял Что Второй Из Дивившийся Был Сам Преподобный Сергий Дивный Старец Ознаменовал Болящего Крестом После Чего Велел Никон Взять Икону Стоявшую У Адра Она Была Некогда Подарена Симеону Самим Никон Затем Больному Показалось Что Вся Кожа Его Отстала От Тела После Этого Святые Стали Невидимы В ту же Минуту Симеон Почувствовал Что Он Совершенно Выздоровел Он Поднялся На Своем Одре И Уже Никто Более Его Не Поддерживал Тогда Понял Он Что Не Кожа Сошла С Него А Болезнь Оставила Его Велика Была Его Радость Став Он Начал Горячо Благодарить Святого Сергия И Преподобного Никона За свое Неожиданное И столь Дивное Исцеление Особенно Много Чудес Было Совершено Преподобным Сергием Никоном Во время Осады Троицкого Монастыря Поляками Под Предводительством Лисовского Исапеги Когда Святой Обители Пришлось Испытать Множество Бедствий От Врагов Никон Вместе С Преподобным Сергием Нередко Являлись Не только Осажденным Ободряя И укрепляя Их Надежды На помощь Божию Но и Врагам Осаждавшим Лавру Устрашая И угрожая Им Гневом Божиим Многие Из осаждавших И их Военачальники Видели Как по Ирским Стенам Ходили Два Святозарных Старца Наподобие Сергия И Никона Один Кадил Стены Кадильницы А другой Крапил Их Святой Водою Однажды Когда Еще Продолжалась Осада Монастыря Врагами И среди Осажденных Появились От голода И всяких Лишений Болезни Никон Явился Во сне Панамарю Иринарху И сказал Ему Скажи Всем Страждущим От болезни Что в эту ночь Выпадет Снег И пусть Все Кто пожелает Истелиться От болезней Натирается Этим Снегом Осада Троицкого Монастыря Поляками Была 23 Сентября 1608 Года И окончилась 12 января 1610 Года Иринах Трепетом Проснулся И наутро Рассказал Окружающим О том Что поведал Ему Чудотворец Никон И действительно Ночью Выпал снег И кто С верой Натирался С этим снегом Тот делался Здоровым Вот еще Случай Из незавних Времен 1846 Год В монастырской Больнице Жестоко Страдал От нервной Горячки Ресофорный Послушник Гавриил Несколько дней Он был без памяти И думали Что не перенесет Болезни В ночь На память Преподобного Никона Видит он Что душа Его Как бы Разлучается От тела И устремляется В какую-то Бездну Мысленно Стал он Молить Преподобных Чтобы покаянием Приготовиться К вечности А лежал он Все время Как видели Другие Без памяти И движения Вдруг Видит Как бы Двери Отворились Входят Два Святозарных Мужа Старца Один Жезлом В этом Он признал Преподобного Сергия А в другом Преподобного Никона Преподобный Сергий Указывая Жезлом Преподобному Никону На болящего Говорит Помоги Преподобный Никон Подошел И самым Приближением Наполнил Больного Силой И радостью Больной Приподнялся Перекрестился А преподобные Стали невидимы Гавриил Пришел В память Болезнь Миновалась Осталась Только Слабость Богу Нашему Слава Во веки Веков Аминь Просим Приходите Подписывайтесь Будете регулярно Получать С нашего Канала